Привет, подписчикам и гостям! Я Джетли, и сегодня мы будем пробовать одну из этих масок. Я не знаю, какую пока. Вот. И вот такую штучку для носа. Разумеется, ее мы будем пробовать первой, потому что она очищающая. А маска потом пойдет как такое немножко успокаивающие, осужающие поры, ну и так далее. Вот такая маска с поросятами. Тут написано, пластырь для носа. Ну, вот тут инструкция. Она на нескольких языках, на всех, кроме русского. Вот, а русский уже вот тут наклеечка. Миди Хелл, пластырь для носа, 6 грамм. Эффективная трехступенчатая маска против расширенных пор. Быстро и легко избавляет от черных точек и закупоренных пор. Обращайтесь с проблемной кожаной носу. Способ применения. Шаг первый. Хлопковая текстура смягчает кожный жир черной точкой внутри пор. Поместите горячее полотенце на нос перед нанесением маски для лучшего результата. Снимите маску пластырь через 15-20 минут после нанесения. Давайте попробуем. У меня есть такое полотенце. Оно не очень горячее. И я так полагаю, надо было намочить. Но... Что ж поделать. Вот давайте подождем. Давайте его опять подержим, пока оно... Не холодеет к нам. Вот. И теперь мы берем... Где тут степ-1, степ-1 вот этот вот. Вот. И... Открываем. Ой. Прямо лицо брызнуло. Хочу смотреть, что там. А там вот такая штучка. Оп. Ой, первый раз, мне кажется, подошла такая штука. Вот. И ждем теперь 15 минут. Я думаю, сейчас на остальное я все намажу, на что смогу. В пластырь, кстати, он жжется. Я не знаю, почему, но он прям как-то вот прям... Очень жжется, очень-очень. И как хорошо, что осталось 3 минуты его держать. Но я, наверное, его сниму сейчас. Вот. Ой. Не очень приятное ощущение, надо сказать. И теперь надо нанести вторую. Вторую. Вот. Вот. С этой испуганной свинюшкой. Это что, кошки носятся? Ага. А вторая вот это вот такой вот пластырь. Он, видимо, как обычный пластырь от черных точек, которые продаются. Надо его мочить, нет? Он задает кожный жид так. Медленно снимать и маску, да? Ой, я не знаю. Давайте попробуем вот эту штуку намочить. Сейчас. Мне просто лень идти в ванную мочить водой, а так вдруг это не нужно. Вдруг надо сразу на эту штуку. Вот. Она вот так вот клеится. Наверное, слишком высоко ее поклеила. Ну, да и ладно. Переклеивать ее уже... Вот. И мы продолжаем сидеть. Тут надо подождать еще 15 минут. Ну, еще 15. То есть у нас все это растягивается где-то на 30-40 минут. Потому что первый шаг это 15-20 минут. Ну, допустим, мы возьмем 20 минут. Потом второй шаг это 15 минут. 10-15. Видимо, 10, если вы торопитесь. То есть у нас уже 35 минут получается. И третий шаг это будет быстро укрепляет и сужает поры. С помощью коллагена. Снимите маску пластырь через 10 минут после нанесения. Тут, видимо, что-то вот прям такое большое-большое. Мне кажется, тут какой-то коллагеновый патч. Как вот эти вот бывают маски на все лицо. Вот. И... Наверное, это так. Давайте продолжать ждать. Так, прошло 15 минут. Теперь надо снимать эту штуку. Там написано, снимать осторожно. Мне кажется, у меня сейчас опять лицо к ней натянется. Вот. Так, когда я пользуюсь такими штуками, у меня иногда еще тут краситель остается и вот эта вот клейкая паста. Ну, я бы, честно говоря, не сказала, что оно что-то вычистило из моих пор. И что это прям такое же стоящее приобретение. Потому что то же самое делают и черные полоски для носа из аптеки фирмы, по-моему, пропеллер. Они стоят дешевле. И их там больше. Вот. Я думаю... Не знаю, насколько здесь вообще что-то будет видно. Но... Как бы, блин. Либо у меня очень чистые поры, либо оно не очень хорошо чистит. Но давайте уже приступим к третьему шагу. Это должен быть какой-то патч. Эта свинка тут каточек блестит, она довольная. Может быть, после третьего шага мы будем такие же довольны, как эта свинка. Я озадачена, если честно. А что? Как? 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 Как-то... А что делать надо? Я не понимаю. Где инструкция для тупых? Подождите. Подождите. Снимите маску-пластырь через 10 минут после нанесения. Это маска-пластырь. Вот так? Точно? Смотрите, тут с одной стороны она тканевая, вот с этой, которая внешняя. А с внутренней, то есть с которой прилегает кожа, она коллагеновая. Как сиська-спонж. Вот. И... Теперь мы ждем 10 минут. И надеемся, что оно действительно поможет. Хотя... По-моему, мне уже ничего не поможет. Опс. Вот. Ладно, в общем, ждем. 10 минут прошло, мы снимаем патч. Он очень сильно сползает, поэтому я думаю, что его вообще надо в каком-то горизонтальном положении класть на нос. Он очень сильно сползает. Прям очень-очень. Вот. И мы его снимаем. И он тоже немножко жжется. А, еще, мне кажется... А, он еще вот от этой штучки отходит. Возможно, ему надо было наоборот, на эту штучку вот так подкласть. Но я думаю, разницы особо никакой нет. Просто если его вот так положить, то, может быть, он не будет сползать. Но у меня он сползает. Вот. И, ну, в целом, я не особо замечаю какую-то разницу. Хотя нос действительно выглядит более... Более очищенным. Черных точек. Ну, может быть, все-таки это и стоящее приобретение, стоящая вещь. Но все-таки я за черные патчи вот эти вот от пропеллер. Потому что они там стоят, ну, плюс-минус 20 рублей. Да, вот эти стоят 185. А тут получается всего на одно применение. Если бы это имело какой-то накопительный эффект, если бы это убирало хотя бы неделю на 3 черные точки из лица, то, мне кажется, оно стоило бы своих денег. Но так как обычно это используют раз в неделю, там, один-два раза в неделю, в зависимости от типа кожи, от ее склонности к появлению черных точек, то, мне кажется, это так на один раз развлечься. Типа почувствовать себя лакшери. Вот. И... Ну, постоянно... Ну, и постоянно покупать такое, я думаю, не стоит. И сейчас мы попробуем одну из этих масок. Я думаю, то не можем и отложим на потом. Вот эти вот. Вот. И попробуем мы какую-нибудь из этих. Не зря же они так интересно выглядят. Так. Маска для лица какао 25 мл. Контроль выработки кожного жира, улучшение текстуры кожи, очищение пор. Основные ингредиенты, экстракт какао, контролируют выработку кожного сала, очищают поры. Экстракт кофе. Очищает кожу, улучшает текстуру кожи и делает ее более гладкой. Освежающая витаминная маска, питательный и полезный напиток для кожи. Материал маски изготовлен из волокон натуральной целлюлозы последнего поколения. Характеризуется экстра-мягкостью, плотным прилеганием к поверхности кожи, легко устанавливает кожу. Гипоаллергенный продукт, протестирован дерматологами. Опять же на 15-20 минут они наносятся. Это маска с ягодами Асайи. Выглядит как черника. Мне кажется, возможно, по цвету немножко отличается, но как черника. Маска с ягодами Асайи и голубика оздоравливает, укрепляет, смягчает. Содержит экстракт ягод Асайи, которые богаты антоцианами, ускоряет процесс клеточного отделения синтез биологически активных веществ. Уменьшает образование активного кислорода, который вреден для кожи. Если вы часто дышите, то вы быстрее стареете. Ха! Не дышите! Дышу чуя. А то это призыв к суициду на ролик положит. Положит. Болт. Большой. А вот поддержит вашу кожу свежей и ласт... Мне нужна свежая и ластичная кожа. Так, и маска для лица тыква. Тут вообще какое-то непонятное... Тут, кстати, описание побольше. Я все еще продолжаю учиться говорить. Так. Смягчение, восстановление, лифтинг, эффект, обильное питание, основные ингредиенты, экстракт сладкой тыквы, богатый витамином А, улучшает регенеративные силы кожи. Минералы, железо, лютеин, бета-каротина, другие ингредиенты оказывают антиоксидантное действие, препятствуют старению, оказывают лифтинг эффект. Но если мы будем пользоваться эту маску каждый день, мы никогда не постареем. У нас всегда будет подтянутая кожа. Гиалуроновая кислота повышает эластичность, восстанавливает овалы лица, препятствует старению и образованию морщин. Материал марский, изготовлен из волокон натуральной сериалозы последнего поколения. Эластичность характеризуется экстрамягкостью, плотным прилеганием к поверхности кожи, легко восстанавливает кожу. Гипоаллергенный продукт. Знаете что? Тыкву я ставлю на потом. А сейчас мы попробуем вот эту. Я открываю. Я не знаю, правда, можно ли так сразу после очищения носа сразу баловаться масками для лица. Ну, мне кажется, что ничего плохого от этого не будет. Может, надо выждать рисунок, может, еще что-нибудь. Маска, кстати, имеет такую очень странную текстуру. Ну, она полотняная, на ней какой-то вот такой-то рисунок. Угу. Кстати, пахнет она прикольно, очень прикольно пахнет. Прямо реально ягодками. Я, правда, эти ягоды Асай никогда не нюхала. Вот, но пахнет действительно какими-то ягодами, и это, несомненно, хорошо. Будет очень здорово, если маска какао будет пахнуть какао. Ой, боже мой. Ну, только не бойтесь меня, ладно? Потому что, честно говоря, если бы я такое увидела, я бы, ну, немножко так... Ух. Вот. Не. Сейчас, как он? Свиборг. О, господи, Свиборг. А, вот, короче, это очень странная маска у меня очень велика. У меня большинство масок, шапок вообще велики. Просто очень маленькая голова. Очень мало мозгов. Не могу иначе это объяснить. А, в общем, вот, я не знаю, надо ли броды закрывать, но мы такие... Ну, за бровями. Не знаю, очень веселит меня вот этот вот процесс. Она, правда, съезжается. И давайте ждать опять 20 минут. Может быть, он смягчит мою кожу. Может быть, я просто превращусь в какую-нибудь супер-пупер-красотку за эти 20 минут. Вот, но... Подумаем, посмотрим, может, что и получится интересно. А, если вы не против, я приближусь немножко. А, ну и, наверное, будем ждать. Это что-то очень-очень-очень страшно было. А вот, короче, прошло уже 20 минут. Мы не снимаем маску. Надеюсь, что меня слышно. Опа. И я, короче, стала силиконовой. По идее, из-за перекрытия доступа кислорода к коже, не полному, конечно, но вот этой тканью, вода, жидкость в маске должна была проникнуть в поры. И как-то напитать кожу. И, конечно, после этого моя кожа стала очень такой гладкой. Не скажу, что липкой. Но, в принципе, эффект такой же, как и остальных масок. Надо подождать, пока оно всё высохнет. И тогда можно будет сказать точно. Ну, пока, в принципе, всё хорошо. Ну, маски периодически можно использовать, потому что от них отдыхает кожа. Ну, от них. С их помощью кожа отдыхает. А вот так, наверное, было бы правильнее сказать, потому что они оказывают охлаждающие действия. В них всё-таки что-то полезное содержится. Это что-то полезное проникает вам в кожу. А, следовательно, кожа принимает это. Получается что-то типа подпитки. И, да, это позволяет выглядеть лучше. А вам спасибо за просмотр. Если вам было полезно или понравилось это видео, то вы можете поставить лайк. А можете нажать на колокольчик вот там вот внизу. Чтобы уведомления о выходе новых видео вам приходили. Там ещё в настройках можно выбрать, на каких каналах вам может приходить уведомление. Вот. И вам спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok